Как вы знаете, в Забайкалье произошла жуткая трагедия. В селе Домно маленькая девочка погибла от нападения стаи собак. К сожалению, это не первый случай нападения собак не только в нашем крае, но и в других регионах страны. Страшные новости о нападении собак на людей мы слышим, к сожалению, достаточно часто. Так, жертвами нападения собак стали в декабре 2021 года в Якутии. Женщина-ученая погибла год назад, в разнице в месяц. Две женщины в республике Коми стали жертвами нападения собаки, погибли. Такие же случаи произошли в Улан-Удэ. Свора собак накинулась на 20-летнюю девушку, в результате чего она поступила в больницу с сильными увечьями. И это далеко не все случаи. Такие же случаи были зафиксированы в Москве, Сахалине, Подмосковье. Никто не снимает ответственности с органов местного самоуправления, органов государственной власти, субъектов. Но очевидно, что меры, которые предпринимаются сейчас, недостаточно эффективны. Чипирование и стерилизация не решают проблему. Нужны более жесткие решительные меры. Считаем, что необходимо внести в законодательство изменения, позволяющие органам местного самоуправления и органам государственной власти, субъектов Российской Федерации, реализовывать мероприятия не только по отлову, изоляции, а в определенных случаях и усыплять особо агрессивных бродячих собак. Несмотря на неодобрение подобных мероприятий со стороны защитников, сегодня мы понимаем, что это вынужденная и даже необходимая мера. Это жизнь наших детей, да и не только детей. При этом считаем важным параллельно проработать предложения по усилению ответственности граждан в случае, когда они выбрасывают своих питомцев на улицу. Человек, который принял решение завести животное, должен осознавать свою ответственность перед ним и перед людьми, с которыми он живет рядом. Губернаторам Забакайского края, Законодательным собранием Забакайского края, совместно с сенаторами от региона, депутатами Государственной Думы рассматриваются предложения о внесении изменений в законодательство, которые в ближайшее время будут направлены на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. В свою очередь предлагаем коллегам также подключиться к решению данной проблемы. Спасибо. Спасибо, Сергей Петрович. Безусловно, мы все переживаем в случившейся беде в Забайкальском крае. К сожалению, вы правы, это не единственный случай. И я поддерживаю необходимость внимательного анализа действующего законодательства, и если нужно внесение в него изменений, в том числе в части повышения граждан, ответственности граждан. Безусловно, нужны уточнения для отдельных пород собак, опасных, после чипирования, размещения их в специальные приюты. Все это нужно посмотреть внимательно. Но дело не только в законодательстве, коллеги, а дело в ответственности тех чиновников на местах, которые за это отвечают. А что, они не видели эти стаи собак? А почему они не принимают меры по созданию приютов, чтобы этих собак кормили, чтобы они были под присмотром? Ну это же видели. Что мешает вот этих... Так случилось, да, надо, чтобы хозяева тоже несли ответственность. Но когда опасные породы собак бегают по улицам, что мешало их провести в соответствии с законом Чипирни, разместить приюты, изъять их с улиц? Это же для этого закон не мешает этому существующей. И здесь нельзя шарахаться ни в одну, ни в другую сторону. Но ответственность надо чиновников повышать за исполнение своих обязанностей. И не допускать такого, чтобы стаи бродячих собак свободно гуляли по улицам, угрожали людям, угрожали детям. Поэтому надо и с этим разобраться. И, наверное, финансирование выделять тоже на это, на создание приютов. С гражданами работать. Очень трагическое событие. Правда, душа у всех болит. Давайте, вы выступили с этой инициативой, подключайтесь к коллеге-сенатору, и давайте побыстрее готовьте уточнение в законодательстве. Но и одновременно усиливайте ответственность тех людей, кто за это отвечает.